Добрый день, друзья! А мы продолжаем снимать наши новогодние мастер-классы. И сегодня я вам предлагаю приготовить со мной новогодний торт Рождественский Крокенбуш. Это такой торт в виде ёлочки, составлен из множества профитролей и покрытый карамельным соусом. И для этого мы будем делать заварное тесто по классическому рецепту. Итак, приступим. Для этого нам нужна кастрюля с толстым дном или сатейтик. Масло сливочное или маргарин, мука и вода. И, конечно же, яйца. В сатейник с толстым дном наливаем водичку. Включаем на среднюю мощность. Кладём сливочное масло, либо маргарин. Добавим щепотку соли и растапливаем сливочное масло. И доводим до кипения. Масло закипело. Всыпаем муку. Помешиваем лопаткой. Немножко убавляем мощность. И начинаем заваривать. Завариваем до однородного состояния, чтобы не было промочков. В принципе, уже готово. Сейчас нам это тесто надо остудить. Всё. И чтобы оно быстрее остыло, я переложу его в чашу миксера. Здесь полинкратный миксер или обычный, ручной. И вам некогда ждать, пока тесто остынет. Можете просто на медленной скорости начать его успевать. С насадкой вот так. Тесто остыло. Начинаем водить по одному яйцу постепенно. И размешивать его до однородного состояния. Всё тесто у нас вымесилось. Вот такое вот глянцевое тесто. Всё, переложим его в кондитерский мшок. Включим пока разогреваться духовку. У меня комбинационная печь. Если у вас духовка, в духовом шкафу лучше ставить на 200 градусов 20 минут. Я поставлю тоже на 200, тоже на 20 минут. И посмотрим, как будет дальше. Всё, наши профитроли испеклись на 200 градусов 20 минут. Лепературу я не сбавляла. Крем мы будем готовить заварной с добавлением сливок. Крем такой называется, крем-пломбит. Чтобы сделать заварной крем, я возьму вот такую вот специальную смесь для десерта пудинг от доктора Водки. Вот такая упаковка продаётся в нашем интернет-магазине. В её состав входит уже крахмал кукурузный, ванильный экстракт с натуральной ванилью. То есть тут насыщенный ванильный вкус. И на основе этой смеси мы будем делать церной крем. Нам понадобится сахар. Мы смешиваем с этой одной упаковкой смесь. Также кладём яичные желтки и немножко молока из общего объёма. И эту массу взбиваем. Теперь в сотейник мы наливаем молоко. Оставшееся всё. Оставшееся сахар. И доводим эту массу до кипения. Как молоко закипит, мы потом будем вливать нашу яичную смесь с тонкой струйкой. Всё, молоко почти закипело. Вливаем тонкой струйкой в яичную смесь. И варим до загустения. Всё, крем наш готов. Оставляем его остужаться. Заварной крем у нас остыл. Сейчас мы переложим её в глубокую посуду. Добавим сливочное масло. Засмягчённое желательство. И пробьём эту массу в мдр. Всё, мы успели. Сливочное масло. Вот такая однородная эмульсия получилась. Сейчас мы будем забивать животные сливки и смешаем с этим заварным нашим кремом. И получится у нас крем-пломбир. Всё, мы взбили сливки. Сливки я брала животные от Чучкового озера. Сейчас я буду потихоньку постепенно вводить наш заварной крем. Мы начинили наши профитроли кремом. Теперь мы будем их склеивать на темперированный белый шоколад. Я тут темперировала шоколад. И всё, мы будем составлять его вот такой вот дугой. Приступим. КОНЕЦ В кармели добавила воду, глюкозный сироп и сахар. Ставим на средний огонь, доводим до кипения и варим до 160-180 градусов в зависимости от цвета, который вы хотите. Всё? Уступим. Угу. Всё, карамель наша готова. Приобрела такой лентарный оттенок. На этом мы остановимся. Но ставим её на плите на минимальном нагреве, чтобы она у нас не кристаллизовалась. А пока подготовим посыпки. Вытащим торт кроккенгуш. Посыпки я использую доктор водки. Есть различные у них посыпки, космос, есть такие мелкие кристаллы. И вот такие вот посыпки я использую. Да, вот так. Ага. Буду использовать. Я подготовила две вилочки. Сейчас буду обмакивать вилочки в карамели и делать такую паучинку. Сейчас будем украшать жемчугом. Немножко макаю в карамель. Аккуратно. И пристёгиваем. Вот такой вот рождественский кроккенгуш у нас получился. Такой нарядный, высокий. Ещё раз напомню, из чего я его готовила. Использовала классический рецепт забавного теста. Также использовала, склеивала шоколадом. А крем я делала из новинки от доктора Отки. Это пудинг с натурального нига. На нём можно делать как пудинг, так и крем. Я в данном случае сделала крем-пломбир для забавных панкетролей. Делали мы паутинку из карамели и приклеивали различные посыпки от доктор Отки. Посыпка Кристалл у них есть. Посыпка Жем я использовала. И посыпка Космос. Вот. В общем, с наступающим всех Новым Годом! Сворите такие праздничные десерты. Смотрите наш канал и ставьте лайки, конечно же. Всех с наступающим и до новых встреч! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok